Братья и сестры, у нас сегодня в гостях Борис Шива. Так получилось, что Константин в Миннесоте, а он с Миннесоты у нас здесь. Поменялись. Он сейчас подойдет. Давайте мы перед началом нашего собрания помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы Тебя благодарим за то, что Ты нас хранишь. Тебя благодарим за то, что Ты продлеваешь эти дни благодати, когда мы можем молиться Тебе, когда мы можем хвалить имя Твое, мы Тебя благодарим за то, что Ты еще продолжаешь призывать грешников к себе. Тебя благодарим за мир, за страну, в которой мы живем. Мы Тебя благодарим за то, что мы можем свободно собираться здесь. Тебя просим, поебудь здесь на нашем собрании Духом Твоим Святым. Благослови все общение наше, благослови братьев проповедующих, благослови хор поющих, благослови всех, кто пришел сюда. Если кто не в мире с Тобой, говори каждому человеку, чтобы они могли обрести мир с Тобою. Благослови также каждого человека, чтобы он что-то унес отсюда для своего духовного человека. Мы Тебя просим о имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Исцелимое сомненье, что приходит и нагляд, Я хочу не сомневаться, не на миг, что Твой я с ним, Что я призвал подвязаться посреди Твоих друзей. Удали мое сомненье, будто в мире я без них. Помоги, чтоб я душою от Тебя не отворил, Чтобы враг своей стрелою тот мой слабый не смутил. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Второе послание Петра, первая глава, с третьего стиха. Второе послание Петра, первая глава, с третьего стиха. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестнее, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. Перед нашим решением переехать в Америку, мы все, наверное, в большей или меньшей степени были вовлечены в евангелизацию. И когда мы приехали сюда, в Америку, мы приехали с духом евангелизировать и здесь. Но когда мы стали осваивать эту американскую жизнь, мы стали понимать, что здесь евангелизировать в таких масштабах, как там было, некого. Мы заметили, что здесь церкви почти на каждом углу или на каждом квартале по две церкви. Мы отметили про себя, что христианское радио и телепередачи круглосуточные здесь. Мы отметили, что мы у себя на евангелизацию могли собрать тысячи человек, а у них большинство церквей каждое воскресенье собирается столько. Когда у нас были только одно карманное евангелие, а у них здесь давно-давно были открыты и работали на полную силу христианские магазины, которые продавали Библии, Евангелие, христианскую литературу. В Америке 141 только протестантских семинарий, 225 библейских колледжей, 33 тысячи библейских магазинов, 40% американцев каждое воскресенье утром идут в церковь. Сегодня одно из знакомых, близких, повелительных нам мест. Покажите в вере вашей. Братья и сестры, я знаю, что я однажды говорил это свидетельство. Разрешите мне повторить, потому что оно очень к месту сейчас. При нашей церкви работала семинария. Некоторые преподаватели были приглашены из Америки. Они иногда проповедовали в нашей церкви. Однажды один из этих преподавателей с кафедры сказал такие слова. Братья и сестры, мы верим, американцы, что очень скоро Америка откроет широко двери для русских верующих. Мы очень долго молились об этом. Только прошу вас, останьтесь такими, какими вас знает Америка. Вы знаете, я тогда сидел, слушал и не понимал, о чем он говорил. А теперь, когда мы приехали сюда, 5-10 лет, кто 20 лет, кто больше, а я теперь понимаю, о чем он говорил. Поделитесь, покажите о вере вашей, о Боге. А Петр не так говорит. А Петр говорит, покажите в вере вашей. Оказывается, делиться, говорить о вере, о Боге, о спасении легче и проще, чем показать. И Петр не просит в этом месте, если возможно, если будете способны, иногда проявляете христианский характер. Здесь он повелевает, покажите в вере вашей, потому что вам даровано все, все необходимое, все потребное для святой жизни и благочестия. И мы часто краснеем, иногда очень стыдно за наших внуков, за наших детей, за наших родственников, за себя. А показать-то нечего. Эти 10 стихов из этой главы каждого христианина должны вызвать большой интерес. Потому что в этих стихах Петр объясняет, как можно удержаться от падения и как можно обрести уверенность, войти в вечность. Когда апостол Павел писал письмо коринфянской церкви, он очень интересно начал это письмо. Надо отдать должное апостолу Павлу, как он корректно, не оскорбляя, не унижая достоинства коринфян, все-таки умел подчеркнуть хорошее в них. Помните, святым, призывающим имя Бога на всяком месте, свидетельство Христово утвердилось в вас, вы не имеете никакого недостатка в даровании. А потом рядом, в третьей главе он говорит, а я не мог говорить с вами, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Он мог говорить с ними только о Христе распятом. А то, что было за крестом Голговской, о славе небесной, что значит познавать Бога, что значит хождение по духу, что значит пребывать в Нем, он не мог об этом говорить с коринфянами. Кто-то скажет, но я же хожу в церковь и посильно участвую в жизни церкви. Братья и сестры, я не говорю сейчас о спасении, о молитве, о преломлении, о членстве. Я не об этом сейчас говорю. Покажите в вере вашей. Помните из общего пения? «С хвалой к Отцу Небесному». И там дальше такие слова. «С крестом к Отцу возложенным ты всех влеки сердца. В пути Христом проложенным будь верная овца. Не делай преткновение ты жизнью своей. Что Божие откровение не скрыть от глаз людей». И еще из общего пения. Помните? Слова Христа, Учителя Благого, сокрыты в нас в сердечной глубине. «И ты, и я, мы все письмо Христово». Его читают люди на земле. Этот мир не знает Бога, но зато Он хорошо знает нас. Читают люди жадно нашу книгу. Они увидеть Господа хотят. А хорошо ли письмо Христа в нас видно? И сможет ли прочесть, что нужно, взгляд? И тогда, когда читают люди нас в жизни, чего они больше ставят? Вопросительных или восклицательных знаков? Помните пословицу «хорошо там, где?» Знаете? Но это не христианская пословица. Это не для верующих. Лучше было хорошо, когда я с вами познакомился, что вы рядом живете. Когда приходится в первый раз знакомиться с американцем, и они подают руку, что они при этом говорят? «Настя, Митю, рад познакомиться». Чему ты радуешься? Откуда ты знаешь, какой я? Совсем недавно мой хороший друг обронил такую фразу. Один из принципов успеха – это не иметь никакого дела с плохими людьми. Конечно, у нас врагов нету. Библия не разрешает. Но у нас есть нежелательные. И очень часто бывает так, что верующие люди меняют школу, меняют работу, меняют штат, переезжают в другое место. А там на новом месте, оказывается, опять появляются и такие же самые нежелательные. И нам и в голову не приходит, что Господь таких нежелательных ставит рядом, чтобы мы способны были показать в вере нашей. Как легко петь в хору и играть в оркестре, где Рейгин хорошо знает свое дело. Когда Рейгин способен объяснить музыкальное произведение, когда Рейгин способен показать, как должно прозвучать музыкальное произведение, и когда Рейгин способен осуществить то, что он объяснял и показал. И он при этом говорит, а теперь хористы, а теперь музыканты, пожалуйста, постарайтесь, приложите все усилия, чтобы это произведение прозвучало так, как его задумал автор. Музыкальное произведение – это наша жизнь. До нашего уверования звучала совсем другая музыка, но тогда, когда мы пришли к Иисусу, Он вложил в нас новую жизнь. И надо сказать, что наша новая жизнь не сразу стала святой, но для того, чтобы она улучшалась, для того, чтобы она становилась успешной и благословенной, Петр уверяет нас, что вам даровано все необходимое, все потребное для святой жизни и благочестия. И ключ к этому, о чем я говорю, эта святая жизнь приходит к нам через познание призвавшего нас. Сила к святой жизни и благочестия приходит через познание призвавшего нас, через познание Иисуса Христа. Евангелие – это сила Божия. И Христос, цитируя, отразил все искушения дьявола, читая, исследуя, проникая Словом Божьим, мы больше и больше познаем Его. И Дух Святой, работая в нас, изменяет нас, изменяет наш характер и уподобляет нас Иисусу Христу. Чем больше мы познаем Его, тем мы больше становимся похожи на Иисуса Христа. Мы имеем все потребное, все необходимое противостоять искушениям. Но Бог, дорогие друзья, не делает нас святыми против нашего желания. Он ожидает от нас нашего участия, нашего желания и нашего послушания. То Вы, прилагая к всему все старание, покажите вере Вашей, покажите, что Вы действительно любите друг друга, что Вы способны прощать друг друга и никогда не вспоминать, что Вы действительно готовы молиться друг за друга, что Вы знаете нужды друг друга, что Вас тянет общаться друг с другом, что Вы любите вместе изучать и исследовать Слово Божье. Покажите вере вашей. Помните, у нас еще есть из общего пения, «Все Иисусу отдаю я». А это правда? Как бы многое изменилось в нашей жизни, в моей, в вашей, в наших отношениях, если мы действительно делали и жили так, как поем. Я не говорю конкретно, в чей-то адрес. Я еще сам лично не похоронил еще в своей жизни все. Я еще очень часто говорю, «Господи, прости меня». Я очень сожалею, что я в доме своем не всегда был примером. И сегодня, когда я замечаю что-то неправильное в своих детях, в внуках, в первую очередь я узнаю себя. И сегодня, когда они уже стали взрослыми, говорить им, что так нельзя, не поступай так. Конечно, нужно это говорить. Потому что Бог мне вручил семью и с меня спросит. Но сегодня это уже мало эффекта от этого. Потому что они который год ожидают увидеть, что нам дала наша вера в Бога. И если они столько ожидают, то сколько ожидает Господь, когда это случится. Я не говорю сегодня о церковной жизни. Здесь у нас все правильно и хорошо. Мы научились и правильно вести себя, и советовать, и учить. А дома, соседям, на рыбалке, на акшене, в магазине, нам нечего показать вере нашей. Я благодарю Господа, что Он принес не только новые правила нравственности и морали, а что Он принес новую жизнь для нас. И человек призван не только созерзать образ Божий, но и жить по Божьей здесь. Человек здоровый, зрелый, счастливый христианин – это только тот, который знает, кем он должен быть, хочет этого и может осуществить это. Человек, который хочет этого и не может – это трагедия. Помните Марию из Вифании? Как ей показать в своей вере, что она сильно полюбила Иисуса, что для нее Он стал дороже всего на свете? Ее не смутило, что в доме собрались одни мужчины. Ее не остановило, что о ее прошлом плохом знают все. Ее не остановило ничего. Она сильно любила Иисуса. И она готова была, что ее не поймут, что ее осудят здесь. Она не сказала ни слова. Она просто разбила то, что самое дорогое. И любовь разлилась по комнате. Она пришла сюда, в эту комнату, с бальзамом, который называется мир. А ушла оттуда с сердечным миром. И Иисус Христос сказал, иди с миром. Друг дорогой, что самое дорогое в жизни человека – это жизнь. И пока ты не разобьешься, пока ты не посвятишь себя Богу, покоя не будет. Но всякий обращенный рано или поздно убеждается в том, что новая жизнь растет дальше не без усилий. Человеческую природу нельзя просто отбросить, когда мы получили новое рождение. И в зависимости от характера человека, в зависимости от того, чем человек питает свою душу, она проявляется или сильнее, или слабее. Вот поэтому Петр объясняет, для настоящей духовной жизни мы имеем все необходимое. И чтобы стать причастниками божеского естества, удалившегося господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. Библия говорит, что кто во Христе, тот новая тварь. Братья и сестры, произошло ли это в нашей жизни? Действительно, мы стали новой тварью? Изменились ли наши характеры с тех пор, как мы познали Креста, как мы уверовали? Сегодня так много религиозной фальши вокруг, которую предлагают почти на каждом углу, а взамен обещают благополучие и счастье. А сколько проповедников обманули своих слушателей, которых убедили, что достаточно, что только поднять руку и пройти вперед? Где они? Те, которые тысячами каялись на стадионах. Покажите в вере вашей, братья и сестры, скажите, случалось ли людям узнавать Христа в ком-нибудь из нас? Встретившись с кем-нибудь из нас и побыв с нами некоторое время, скажите, мог ли кто-нибудь хотя бы про себя сказать, не Иисус ли это? Человек, подобный Иисусу, никогда не думает о себе. Он занят Иисусом и ближним. Человек менее всего осознает исходящую от Него силу. Это замечают другие, но не сам человек. И это работает в жизни верующих только тогда, если мы не мешаем Духу Святому работать в нас. Устное свидетельство подтверждается жизнью. Она или усиливает слова, или ослабевает. Жизнь возводит слова или до высшего уровня, или до низшего. Наша жизнь – это проверка наших слов. Она может и, возможно, и при замкнутых устах. Человек молчит, но в жизни его, в чистоте, в простоте, в искренности, в любви люди чувствуют Бога. О, если бы Иисус Христос чаще мог воплощаться в нас, и мы давали Ему это место, чтобы Он работал чаще в нас, сколько бы людей захотели бы прийти и познакомиться с Иисусом, то, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей. Однажды придется подводить итоги, одно только значит будет много, чему научились мы в жизни у Бога. Известный проповедник должен был вместе с женой на следующий день быть в другом городе, и утром взял такси с женой, они поехали в аэропорт. Но попали в трафик, и, посмотрев на часы, что очень задерживались, уже опаздывали, приехав к аэропорту, то они схватили сумки и вместе с женой побежали ко входу в аэропорт. Возле входной двери стояла девочка, слепая, и продавала яблоки, которые разложены были кучками на лотке. Пробегая мимо нее, они нечаянно зацепили лоток, и яблоки все рассыпались на бетон. Они посмотрели на часы и побежали дальше на регистрацию. Они успели пройти регистрацию последними, и побежали на посадку. Перед самой посадкой проповедник остановился и говорит жене, лети одна, а я прилечу другим рейсом, мне нужно вернуться. Он вернулся ко входу входной двери, эта слепая девочка еще продолжала собирать яблоки. Он нагнулся, помог ей, потом вынял деньги, положил ей в руки и говорит, а это за испорченные яблоки тебе. она подняла голову и говорит, дядя, вы не Иисус? Братья и сестры, в чем мы действительно нуждаемся сегодня? В нашей непосредственной искренности, в нашей непосредственной любви, в простоте, в чистоте, не казаться, не делать вид, потому что люди чувствуют фальшь за милю. А к теплоте, к искренности, чистоте, простоте люди тянутся. И Петр говорит, мы имеем все необходимое для жизни и благочестия, то есть для благоверного хождения, а теперь, а теперь приложите все к всему старанию и покажите верой вашей. Если вы это делаете, если вы это практикуете в жизни своей, если вы, если это у вас есть и умножается, Петр говорит, то вы не останетесь без успеха и плода. Братья и сестры, хотим мы такой жизни? Если да, то давайте скажем это в молитве Богу нашему. Аминь. А теперь помоги нам, Господи, жить так, чтобы еще многие, с кем мы встречаемся, с кем живем, где работаем, захотели, Господь, прийти к тебе и познать тебя. Услышь нашу молитву, помоги нам в такой жизни. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Быстрыми полетными часами Юность быстро крылая летит. И во всех местах под небесами Нам о вечной жизни говорит. Пусть вчатся годы вереницей Мы ближе к вечности идем. На крайней жизненной странице В Небесный дом войдем. Кончатся земные испытания Землю мы оставим навсегда Вспоминать мы будем не скитания Неблагословенного труда Пусть вчатся годы вереницей Мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной страницей В Небесный дом войдем. Кончится несказанная мука Боль души, сердечная тоска С вечным миром будь скорее разлука Наши цели стали высока Пусть вчатся годы вереницей Мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной страницей В Небесный дом войдем. Небо нам желанная от рада Небо нашей жизни все мечта За святые подвиги награда Счастья неземного красоты Пусть вчатся годы вереницей Мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной страницей В Небесный дом войдем. Пусть вчатся годы вереницей Мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной страницей В Небесный дом войдем. Пусть вчатся годы вереницей В Небесный дом войдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ПЕСНЯ Мир вам, братья и сёстры! С миром! Спасибо! Перед проповедью я хотел хоть несколько слов сказать относительно Аргентины. Я там недавно был. Кто был последний раз в Аргентине? Поднимите руки, чтобы я... Не помню, когда были первые. Не помните? Не помните, когда первый раз были? Да. Там был Конгресс, нас пригласили, мы были в Аргентине. Я несколько минут коротенько скажу, чтобы просто вас ввести в курс, как там живёт наше братство. Мы прилетели в центральный город Аргентины, это Буанас-Айрес, в переводе на русский город свежего ветра. Но там ветра нет и свежести тоже мало. Потому что жителей 11 миллионов. Практически город объехать за день невозможно. А дальше по стране мы ехали. Может быть, два города всего лишь по всей стране крупные, а все остальные очень мелкие, бедные. Вы знаете, пустыри, огромные поля. Бедная страна. Бедная. Даже собственного электричества нет. Они закупают в соседнем государстве. И там много верующих людей. Я об этом даже не знал. Но для меня было очень удивительным тем, что то, что самые первые эмигранты в Аргентине, это были украинцы. Украина. В 1892 год. Страна открыла двери эмигрантам-украинцам. И они туда переехали. Они были люди очень богобоязненные, честные, очень трудолюбивые. Им продавали большие земли. Они стали фермерами. И даже стали привлекать к тому, чтобы они были в администрации управления поселков-городов. И тогда наши братья стали называть там в городах улицы и украинскими названиями. Украинские названия. Площади стали называться по-украински. Даже памятники Украины известным людям. Ну, допустим, Шевченко. Едем мы, стоит Шевченко. Да, в Аргентине. И вот там, там, там украинские имена. Наши братья давали имена там поселкам или деревням. Допустим, город Апостолов. Апостолы. Если хотите, можете туда поехать. Так называется город. Вообще, в этих трёх странах, Аргентина, Уругвай и Парагвай, где-то 54 церкви нашего направления, баптистского направления. Хорошие церкви. Первые эмигранты, которые прибыли туда, были люди очень богобоязненные, дальновидные. И они сразу стали покупать земли, строить молитвенные дома. И сейчас, когда мы там ездили, а мы проехали 5500 километров, там километры. Там стоят молитвенные дома, которым 60 лет, 80 лет или 100 лет. Крепкие такие, большие. Рядом дома для служителей. Поэтому эти дома стоят, и там есть где собираться верующим. Когда мы проезжали, машины, в которые мы ехали, там очень немногие имеют машины. Немногие. И машины – это большая роскошь. Если две машины в семье, это крайне редкость, то это богатая семья. Я когда думал, думаю, у нас богатеев с вами. Правда, когда у подъезда стоят 3-4 машины. Так вот, там мало. И мы ехали в той машине, на которой нас везли из Америки, даже не было кондишена. И вот мы 5500 километров ехали без кондишен. Температура за бортом 104-108 температуры. Жаркая такая. Так что мы эту страну запомним. Там был большой конгресс. Столько братьев съехало со всех сторон. Ну, еще одна деталь, которую я расскажу, которая нас удивила. Церкви хорошие, дружные, наполненные, но головы черные, белые, всякие-всякие. Оказывается, у них на сегодняшний день по всей Аргентине, Уругвая, Парагвая проповедь Евангелия. И вообще все на испанском языке. Только одна церковь Буэнос-Айрес, которая говорит на русском языке и проповедь на русском языке. Ей всего 8 лет. Там последняя миграция из-под Одессы, откуда-то, еще других городов. Все остальное только на испанском языке. И уже так перемешалось, что стоит девчина украинская такая высокая, русая. Рядом муж, маленький коричневый, как казах аргентинец. И коричневые симпатичные дети бегают здесь. Потому что все перемешалось, и поэтому молитвенные дома полные. Или стоит, допустим, украинец такой высокий, а рядом невысокая, худенькая, красивая казашка. Это аргентинка имеется в виду. Так они похожи. И дети бегают такие симпатичные. Между ними что-то такое. Ну, вы знаете, так приятно было, потому что у них пение наше. Вот все, что вы здесь поете, они все поют. Почему? Те украинцы, которые туда приехали, они наши сборники перевели на испанский язык, и все поют. Радость, радость, не пристану. Все поют на испанском языке. Господь, пребудьте с нами, поют на испанском языке. Поэтому там все настолько знакомо, только вот мы не можем никак с ними в один лад петь, потому что у нас русский, а у них испанский. И последнее, что расскажу. Мы когда прибыли в один городок, там одна сестра Цымбальская, ей сейчас 82 года, они с мужем поставили задачу построить молитвенный дом. И построили, он наполнился. Тогда они второй решили построить, наполнился. Третий, и он наполнился. И когда мы приехали четверо, она жалуется, говорит, братья, у нас есть такая нужда, пойдемте покажу. И повезла нас к дому. Подвезли к дому на улице, красивый дом, аккуратно сделанный. Зашли внутрь, еще краской пахнет, кондишн включен, там жарко всегда. И говорит, это дом для пастора, которого еще нет. И мне говорит, найдите пастора, желательно семейного. Пусть он сюда приедет, это ему дом. Пастор где сидит, поднимите руку, чтобы я к вам после собрания подошел. Дом уже есть. Испанский там. Ну вот они, в полном так они очень серьезно молятся и приглашают. Я везде говорю, везде смотрят, улыбаются, никто не хочет туда ехать. Но они, наверное, на вас метили. А, нет, я уже не молод. Поэтому, братья и сестры, приятно, когда в каждой стране есть наши братья и сестры, с которыми, даже если не понимаешь язык, но так, настолько понятно, глянешь глаза в глаза. Это твой брат, это моя сестра. Я от этих церквей передаю вам сердечный привет. Да, спасибо. Ну а теперь немножко к проповеди. Давайте помолимся еще разок, чтобы нам перестроиться. Пожалуйста, давайте встанем. Господи Боже наш, благодарность Тебе за то, что всякое общение приносит нам такую радость, такое утешение, потому что Ты посреди нас. И в этот час вечерний, дня воскресного, благослови нас, рассуждая о слове, питаться хлебом небесным, чтобы радоваться, быть крепкими, сильными, устойчивыми. Во славу Тебе, Богу нашему. Аминь. Я бы вам предложил беседу сегодня, потому что к вечеру мы все устаем немножко, а когда беседа, я вас спрашиваю, вы отвечаете, смотришь, и сна нет. Согласны? Согласны, очень хорошо. Итак, я читаю 25 глава, исход, 10-11 стих. Итак, исход, 25 глава, 10-11 стих. Я читаю его. Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1,5 локтя и высота ему 1,5 локтя. Кто покажет, какая это длина вот этого ящика деревянного, который называется ковчегом? Итак, я еще раз читаю. Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной. Покажите, сколько это? Вот, брат, в голубой рубашке. Правильно, да, вот так вот, да, чуть больше метра, метр 20. Да, теперь ширина, полтора локтя. Покажите. Что у вас? 75, ну покажите руками, что не можете? О, мало, больше чуть-чуть. Так вот, 75. Высота? 75, высота тоже 75. Но самое интересное впереди, чем я вас хочу заинтересовать. Итак, сделайте ковчег из дерева сетим. Что за сетим дерева? Кто из вас знает? Подскажите. Акация. Акация. Ну какая акация? Их много, разновидность большая. Черная. А? Черная. Кто скажет, еще какая? Белая. Еще какая? Русская. Русская. Значит, братья и сестры, я даже смотрел, какая. Оказывается, тот вид акации, который Господь дал повеление сделать, может быть, она цветом белым, черным, не знаю, но она та не гниет. Да, вот особенность интересная. То дерево, которое использовалось для изготовления ковчега, оно от времени каменеет и не гниет. Когда я это читал, думаю, как интересно, у Бога все, что Он делает, Он делает хорошо и качественно, и очень хорошо. Он никогда не ошибается. Вот дерево из сетим, значит, ковчег сделан небольшой, размерами, а дальше написано, 11 стих, и обложи его чистым золотом. Чистым золотом, да, каким? Какое чистое золото? Первоимское. Как? Первоимское. Чистое золото, еще подскажите. Через огонь проведено, еще чистое золото. Афирское. Все, да, оно очищенное, все и кованое. Кованое. Интересно, да? И здесь написано, обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его, сделай наверху, вокруг него золотой венец. И вот здесь я остановился. Хочу вас спросить, вы поняли, а почему это сначала нужно его обложить где? Что на меня смотрите? Ну-ка гляньте туда, где написано? Внутри. А потом? Ну, вы представляете, да, вот ковчег, 75-75. метр с лишним. И Господь дает повеление почему-то, сначала начните обкладывать этот ковчег с золотом чистым из? Зачем? А потом снаружи, допустим, снаружи я прекрасно понимаю, да? Ну, снаружи это все, сплошь и рядом все вокруг, снаружи. Вот по Америке едешь, допустим, проходишь по частному сектору, идешь, дом красивый, обложен кирпичом, только впереди. Вот у вас, у кого дома только впереди обложены, поднимите руки. О, видите, а сзади неважно, да? Понимаете? То есть мы это делаем впереди для чего? Чтобы показать, что у нас есть кирпич. А то, что не все, это уже не так важно. Так вот, а здесь почему-то немножко наоборот. Вот обложи этот ковчег сначала изнутри. Так вы скажите мне, экономно это или нет? Почему изнутри, внутри? Что молчите? Там будет лежать откровение. Да, там будет лежать откровение, поэтому золото. Но если откровение без золота, разве оно станет менее ценным? Мы же закроем этот ковчег. И потом куда мы его уберем? Во святое святых, помните, да? Назначение места пребывания ковчега во святое святых в храме. И потом тяжелая шторая будет с занавесью закрыта. И ни одна душа, кроме первосвященника, раз в год никогда не имеет права зайти. Я вообще не понимаю, зачем тратить золото внутрь ковчега. Нереально. Помогите. Потому что? Чистое. А, потому что чистое, поэтому внутрь. Чтобы не гнило. Кто не гнило, ковчег или золото? Ковчег. Значит, чтобы не гнило, нужно золотом обложить. Хорошо, второй вопрос. А как его обложить? Чем закрепить золото пластины к ковчегу? 75 сантиметров и полтора метра. Чем закрепим? Гвоздями. Какими гвоздями? Золотыми. А вы пробовали золотые гвозди забить? Я должен. А? Они в дерево сетим. Оно не сойдет, потому что оно мягкое. Что сделаем? Как закрепить? Крепко обложить и выдержаться. Просверлить. Крепко. Плотно уложить, никуда не денется. Ну, ладно, скажу вам тайну. Я сам не знаю. Правда. Вот всяко думал, всяко слушал, но не получается. Не знаю. Но думаю, что если Господь сказал это, то это было сделано. Вот Иван Яковлевич правильно подсказывает. Может быть, это было сделано сплошное такое, кованое. И они просто его вставили. Перед этим украсили, все как надо. Точно, аккуратно и опустили. Может быть. Но смысл-то, вот почему меня это так заинтересовало? У меня вопрос, зачем внутри? И тогда я как-то стал просить Господи, ну объясни, ну почему это вот так? И у меня мысли были. Я думаю, у вас тоже эти мысли иногда были. Соберем их. Вообще, что означает ковчег в храме? Что это нам напоминает в жизни? В храме ковчег, во святое святых, это самое-самое главное. Там, где совершается служение, там, где присутствует сам Господь. Почему и народы окружающие изумлялись, говорили, да у них там ничего нет. Когда открылись воеватели, там кто? А там тишина, и никого. Люди обычно богов делали высоких, сильных, могучих, а здесь никого. Там присутствует дух живого Бога. И оттого народы боялись и трепетали. Божество, которое не имело лица, но которое имело действительность и жизнь. И кто нарушал, умирал. Это было явно. И вот что напоминает? Вы знаете, простая мысль пришла. Вот храм и ковчег напоминают нам нас самих. Нас самих. Потому что, помните, апостол Павел пишет в 3 главе, как? Вы храм Божий и Дух Божий живет у вас. Оказывается, Дух Божий живет вот здесь, в сердце наше. А ну-ка покажите, какое сердце у вас? А? Как кулак вот сестра показывает. Да, правда, небольшое. И вот получается тогда, очень легко получается. Смотрите, Господь, когда говорит со значением эти слова, Он говорит, сделайте ковчег, который будет стоять во святое святых, и начните украшение его изнутри. Обложите чистым-чистым золотом изнутри сначала, а потом снаружи. Потом снаружи. Так вот, оказывается, если это сердце, то все внимание Божие в нас направлено куда? В сердце. А кто из вас помнит притчу 4.23? Начну. Более всего хранимого храни сердце твое. Почему? Потому что из него исходят источники жизни. И тогда становится настолько понятным, что самое главное, потому что там в сердце, сердце наше должно обложено быть чистым золотом. А что ж такое чистое золото? Слово. Да, это чистое золото. Это сотовый мед. Это капли его. Это сладость его. Это богатство его. И вот когда это слово у нас в сердце, оно как золото сложено, вот это ковчег, который обложен. Вы знаете, нет ничего хуже, когда у нас отношение такое пренебрежительное к слову, такое так себе. Ну, давайте тест сделаем. Левая сторона. Кто из вас на память назовет сегодня, и сердце возьмет текст и нам озвучит. Пожалуйста, слушаем. Слава Богу, правая сторона уже процитировала. Еще раз левая, попробуйте. И? И? Чувствуете, да? Чувствуете, как слово... Вы, наверное, так и рвались, пожалуйста, в ваше время. Цитируем. Вы понимаете, да? Вот когда у нас внутри золото Слово Божие, вот тем и ценен важен и красивый человек, когда у него внутри золото Слово Божие. Вот многие девушки хотят быть очень красивыми. Девушки, кто хочет красивой быть, поднимите руки, чтобы я просто увидел и вам что-то рассказал. Итак. Все. Все, но никто не поднимает руку. Они уже скромные. Они уже красивые. 44-й Псалом говорит. Там прямо написано, 14-й стих. Вся красота дочери царя где? О! Я же... Спасибо, брат. Но я сестер хотел, чтобы они... Сестры. Вот почему важно знать Слово Божие? Сколько много упускают девушки, а потом мамы, когда они не складывают золото Слово Божие в сердце. Они такие полупустые бывают, такие бедники, там нечего найти. И в сердце. И вот, вы знаете, когда ребята на вас смотрят, куда они смотрят? На лицо. Ой, какая симпатичная. Ребята, да не туда вы смотрите. Ребята, вы здесь? Здесь? Здесь. Не туда вы смотрите. Потому что вся красота дочери царя начинается откуда? Из сердца начинается. Если бы это сестры и девушки знали, да не крастьтесь вы. Да не вырывайте вам то, что дано вот здесь. Не надо. Да не мажьте яркость ваших щек. Не надо. Потому что есть один секрет библейский, который говорит о том, что когда у вас Слово Божие будет внутри, вы будете заучивать тексты из Писания. Вы будете размышлять, то у вас на лице появится мягкость. Обаятельность, улыбки и теплота глаз. Проверьте. Проверьте. Ну, красота что? На утром сделал, вечером уже нет. Там еще что-то. А вот когда внутри, внутри есть самая настоящая красота, тогда эта девушка – будущее сокровище для будущего мужа. Она наполненная золотом. Во время испытания она устойчива. В любви она никогда не обманет. Верная, верная. Она любит мужа во все дни жизни. Помните, 31 глава притчи. Она всегда ему верна. Она смотрит весело в будущее. У нее крепкий фундамент в жизни. Господь ей опора и помощь в жизни. У нее все в руках горит. Муж на нее смотрит и восхищается. Говорит, много было, но ты всех превзошла. А все начинается изнутри. Если бы этой девушке сегодня знали, если бы правильно оценили, то они бы обратили внимание впервые на Слово Божие. Я помню в юности, когда у нас братья более зрело учили, говорили, учите золотые стихи. И мы учили отрывками, главами. И то, что я тогда учил, я до сегодняшнего дня помню. В чем опасность? А вот в чем опасность. Когда выходит девушка замуж, а ковчег сердца ее пустой, то там уже начинается жизнь, уже какие-то решения, а там пусто. А там нечего сказать и нечего научить. Ну, простой вопрос. Скажите, чем вы наказываете ваших детей? Тапком. Полотенцем. Галстуком. Тряпкой кухонной. В угол ставят. Кстати, я знаю сестру, которую ставили на гречку. Она говорит, а я сразу съедала ее, остановилась дальше. Вы понимаете? Это то, что придумывали мамы. Но почему я вам говорю об этом? Это воспитание не достигает цели, потому что нет слова. А слово – это самое сильное воспитание, когда мама говорит сыночке, сыночек, ты не будешь в вечности, не будешь со мной, потому что ты воруешь. А написано как? Что молчите? Воры Царства Божия. Так вот, когда она скажет, а это было, он разревелся, я хочу. Сынок, ты хочешь, я хочу, но ты не будешь. Почему не хочешь? Не буду. Почему я буду? Нет, ты не будешь. Ты же вор. А Библия говорит, чувствуете, да? А слово Бога говорит, воры Царствия Божия не наследуют, как разревелся, я буду, я буду. А силы нет быть. И тогда папа с ним склоняется и молится, Господи, помоги моему сыну. Он говорит, не хочу, рука тянется. Вот у кого из вас до сегодняшнего дня рука тянется? Не победите до тех пор, пока не воспользуетесь помощью Божией. Перед выездом, газетой была, когда я там читал, был суд над профессором института большого за то, что он воровал всё, что мог, даже из халатов уборщиц воровал и мелочь, и всё воровал. Его поймали. Да, он получал хорошую зарплату, самую большую зарплату во всём институте. Когда его судили, и он признался и говорит, я понимаю, что это стыдно, я понимаю, что это недостойно, я понимаю, что я человек, имеющий высшее образование, я всё понимаю, но я не могу себя остановить. Я не могу. Да, там нет жизни, там нет золота, там нет того, что управляет человеком, Слово Божие. И тогда его судья помиловал и сказал, ладно, мы вас в тюрьму усадить не будем, мы вас в психбольницу отправим. И его отправили в психбольницу. Когда у человека нет внутри Слова Божия, это несчастные люди, званием не помогут, место не поможет, ни возраст, ничего, потому что грех такой сильный, что он стыдит, он топчет в грязь, он побеждает, убеждает, он просто бросает, он высмеивает, он жестоко наказывает, он убивает. А когда у нас в сердце есть Слово Божие, оно нас украшает, делает сильными. Вот брат говорил, письмом Христовым, это правда. Это правда. Уже нет тех людей, а о них ещё идёт молва или слова о том, что был такой христианин, вот так говорил, вот так делал, глубокий след оставил. Почему? В нём величайший был след Слова Божия, он туда его складывал. Или девушки на ребят смотрите, да, вы какие параметры на ребят, какие смотрите, чтобы он был высокий, я правильно говорю, да? Широкоплечий, так, да? Чтобы у него была хорошая волость, так, да? Чтобы у него большие были, какие глаза голубые, коричневые или чёрные, кто какие хочет. И вот она смотрит на него, ой, 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 он, он. И понимаете, сёстры, не туда смотрите, послушайте внимательно, не туда смотрите, смотрите на ковчег внутри. Если в этом высоком, красивом, с волнистым волосом, голубыми глазами внутри нет золова, это пустой человек, и скоро будете плакать и говорить, как я обманулась, высокий, ничего, а голова пустая, пустая, что с него, вся жизнь теперь, ой, ужас, что делать? Вот так и будет. Молодые люди, вы должны, не теряя время, заполнять внутренность чистым золотом, чтобы оно входило, потому что, помните, 4-12 кеврем, ибо Слово Божие, как? Живое и действенное. Оно, как меч обоюдооствует, проникает, разделяет, формирует, осуждает, оно меняет нас. Так вот, когда нет в нас золота, Слово Божие, ну что ждать оттуда? Нечего ждать. А почему обоюдоострое? Потому что меч, он одну сторону касается, и меня касается второй стороной. То есть он меня обличает, меня воспитывает. Так вот, когда его внутри нет, ну что ждать от этого человека? Молодой, красивый, симпатичный, но пустой. В семье будет ужасно. Будет сестра и воспитывать, и кормить, и поить, и стирать, и всех, и его, большого ребенка. Не нравится? Подумайте сегодня. И так. И обложи его чистым золотом, изнутри, сначала изнутри, и снаружи покрой его, и сделай наверховый золотой венец. Я вам расскажу пример, жизненный пример в ассийской общине. Небольшая была община, семья, семь детей, последний родился Вячеслав, у них так назвали, хороший паренек. Молились в церкви, благословение призывали, очень рано принесли, когда еще был завернут. Потом подрастал, такой спокойный был, очень особенный тем, что как-то незаметный, не волновал, не кричал, не шумел, подрос, в церковь пошел, воскресная школа, дальше, больше, а потом покаялся, потом подрос, незаметно, и в армию забрали. Крещение принял, когда вернулся, не узнали, такой симпатичный, молодой человек, дарование музыкальное. Братья привлекли его к тому, чтобы оркестр организовал, и он занялся. И так ответственно, так богобоязненно, с таким постоянством, церковь просто радовалась, есть такие молодые люди. В это время одна из студенток, наших сестер, пригласила свою подругу из института, пойдем посмотрим, как там у нас в церкви, да что там смотреть. Ну, все-таки пришла, не раз пришла, потом через несколько месяцев еще раз, потом еще раз, и незаметно Дух Божий работал. И совсем неожиданно, в один из вечеров, эта студентка Аня, покаяние, такое искреннее, такое полностью очищающее, так она радовалась. А потом, как в жизни бывает, но сокрыто от нас, он ее увидел, она его увидела. И наступило время, когда было объявление, его объявляют и ее женихом и невестой, опять радуется церковь, как удивительные пути Господни. Назначен день брака. И поскольку не хватает средств, Вячеслав стал подрабатывать вечером после работы, оставаясь в предприятии, где деревообрабатывающие станки, высокоскоростные, и он там работает, иногда один, иногда двое, чтобы как-то завершить объем работы. И вот однажды, уставшие, спевки, подготовка к браку, собрание, работы, недосыпание, и однажды деталь отправлял в станок и забылся. И вместе с деталью ушли туда руки. И все вокруг стены, все, что могло, окрасилось то, что осталось. Очнулся в госпитале. Мама рядом плакала. Пришел в себя, говорит, как болят руки, которых уже нет. Мама плакала и говорила, слава Богу, сынок, ты живой остался. И все бы ничего, но мама Ани, человек неверующий, выбрала время, пришла, и когда никого не было, и говорит, Вячеслав, если ты по-настоящему любишь дочь мою, то ты отпусти ее. Ты же теперь инвалид, у тебя рук нет, ты не можешь работать, ты не можешь обеспечивать семью, она красивая, молодая, высшее образование заканчивает, найдется пара хорошая, ты любишь, да, настоящую любовь не мешает человеку. Плакала, она говорит, ну, если вы так хотите, пусть будет так. Когда она пришла, он ей говорит, Аня, все изменилось. Что изменилось? Он говорит, вот так, как я был тогда, это было одно, а сейчас я стал инвалидом, поэтому я отпускаю тебя и сообщи братьям о том, что брак наш аннулируется, больше не будет брака. Она сплакалась и говорит, если бы ты знал, как я Бога вопрошала, соглашаться ли на брак. И Господь мне ответил, да, я нисколько не сомневаюсь, он говорит, нет, сейчас все изменилось, ты молодая, симпатичная, заканчиваешь образование, у тебя найдется хорошая пара, куда я, у меня рук нет. И заговорили, заговорили, и потом, видя, что ничего не получается, он ей говорит, хорошо, я тебя отпускаю, куда-нибудь поедь, к тете там, в соседний городок, побудь как-то месяц-два, помолись Богу, чтобы вопрос решить, мне тяжело, а я пока из госпиталя выйду, поправлюсь, и там видно будет. Она послушалась, но вместо двух-трех недель уехала аж на четыре месяца. Прошло четыре месяца, он вернулся уже в церковь, зажили руки, и так совпало, что когда она приехала и пришла на собрание, в этот день он впервые вышел на кафедру. Братья попросили слово сказать. Но на кафедру выходили уже двое, брат с Библией, и он с пустыми рукавами пиджака. И когда он назвал место, брат открывал, читал, а он потом говорил проповедь. Это была первая проповедь после этой травмы. И когда его слушала церковь, она его не узнала. Это был совсем другой человек. В каком смысле? Это, говорил, человек, который много пережил, потерял руки. Мы не понимаем это. Я вот тоже это не понимаю. Что такое быть без рук? Ну, если у нас руки есть, мы же не понимаем. Без ног мы тоже не понимаем. Хотя иногда к нам приезжает наши братья без рук, без ног и всякое. Мы слушаем с удовольствием, улыбаемся, но мы никогда не были и не знаем, как трудно им. И когда он говорил проповедь, то люди плакали в церкви, потому что слова его были другими. Они были, знаете, наполнены, пережитым. Плакала и Аня. Все плакали так, слушали. Закончилась проповедь, закончилось собрание. Она подходит к нему, по привычке подает им руку. А что он может подать? Пустой рукав. Она опомнилась, отдернула руку. Присели поговорить, и он говорит, ну как твое мнение? Она говорит, знаешь, я молилась и просила у Господа, но я так решила, пришла к выводу, я делать этого не буду. Если ты имеешь такое свидетельство, ты и объявляй в церкви, что брака не будет. И они разошлись. Прошел год, прошло два, прошло три года, а потом мама подходит к нему, мама Анина. Заплакала, говорит, Слава, женись на ней, а? Как? Понимаешь, я с ней всяко говорила, я ей искала всяких женихов. Она говорит, мама, напрасно ты стараешься, потому что мне Господь открыл, что он, кого ты ко мне приводишь, зачем ты мне, и ему проблемы в жизни создаешь. Не води этих людей, они не мои. А я доверила все Богу, он устроит. И вот она ему говорит, понимаешь, она одна останется в жизни, а я маму, мне жалко, женись на ней, ладно, женись. И молился он об этом, потом пригласил ее для беседы, говорит, Аня, ну а если мы поженимся как-то, она говорит, правильно. Правильно. И через несколько месяцев была свадьба. А через год с лишним они вышли, она на руках держала малыша. У меня вопрос. Мы с вами говорим тему ковчег, сердце. А что у нее было в сердце? Подскажите мне. А? Что молчите? А? Начало мудрости. Начало мудрости. Было золото, Слово Божие. Была верность Богу, Его обетованиям. Чистая доверчивость. Вот вы знаете, почему в наших семьях бывают трудности? Потому что, если в женах нет золота, мужья разочаровываются. И если в муже нет золота, то жена вздыхает и думает, ужас какой-то, вот согласилась же, а у него нет ничего внутри. Вы понимаете, когда у мужа внутри золото, Слово Божие, она его любит и уважает. Почему? Потому что он действительно глава, который берет на себя ответственность в семье, и ее нежно любит. И от детек как раз попеченье оказывает. Он настоящий священник. Он переживает, домой спешит, продумывает, как построить семью, чтобы всем было хорошо. Вот это человек, в котором золото, которое Слово Божие принимает чистым, как есть. Он глава, он за все отвечает и заботится. Он должен обеспечить, создать хорошую атмосферу, чтобы дети его любили. Вы понимаете, какое золото Слово Божие? И жена. Если жена наполнена этим золотом, у нее всегда есть доброе слово, поддержки, или молчаливый дух, или правильная жизнь без слов. И он, может быть, не я со стороны говорю, это о том, что удивляюсь, но какая она у меня хорошая. Ну просто поражаюсь. Вот смотрю, вот такие испытания, а у нее присутствие Духа. Смотрю, она Библию в руках держит, смотрю, она молится. Как хорошо, когда в нашей семье есть золото Слово Божие. Оно стоит, как хороший фундамент. Вот с этого малого начинается сильное, большое благословение в семьях и в церквах, когда Слово стоит на высоте. С Пакене у нас была одна семья, муж с женой. Они пожилые, он сначала умер, а потом она умерла. Может быть, из вас кто-то, бывая в гостях, у нас видел ее. Она обычно выходила, пожилая сестра, и текст, вернее, сразу брала и полностью главу на память цитирует текст, за текстом. Мы пусть открываем Библию, проверяем. Ну, может, ошибется разок. Никаких. Глава, допустим, Акова. Раз, 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 все расскажет полностью. Потом говорит, спою вам песни. И запела. Не надо ни инструмент, ничего не надо. А мы вся церковь смотрим и думаем, ну как? И вы знаете, что было приятно, то, что чистое Слово Божие, оно как-то прям аж входит в душу. Правда. Я тогда стал поощрять детей, говорю, Ванечка, выучи псалом. Он говорит, не могу. Я говорю, подарок принесу. Тогда буду. И вы представляете, приходит воскресенье, он выходит и читает на память. У них память прекрасная. Я даю этот подарок. Он небольшой. Но я знаю, что этот текст у него будет теперь на всю жизнь. Вот почему мы создаем воскресные школы, почему мы дома говорим, занимайтесь, оказывайте попечение и учите деток, почему садите на колени, спрашивайте, что сегодня ты понял. Если бы мы знали, какую величайшую роль в жизни будет иметь золото Слово Божие. Если бы мы это делали, тогда многим бы спокойно можно было умирать, когда пришло время с полным сознанием, что дети наставлены, живут благочестиво, Слово Божие исполняют. Теперь можно возвращаться домой. А как трудно, когда многие оплачивают адвокатам, ходят в тюрьмы, бегают. Я там был в тюрьмах. Был. Потому что сидят там наши ребята, приходишь туда, лайсенс пастерский дал, они тебя провели, дали тебе телефон, экран, он сидит там, плачет. Больше не буду. Веришь, выходит. Немногие потом делают выводы. Почему? Внутри нет Слова Божия, нет страха Божия и нет любви Божией. Оттого и жизнь так себе хромает на оба колена. Мы это место читаем, обложи чистым золотом изнутри, снаружи покрой его и сделай сверху вокруг золотой венец. У меня слово простой окон. Кто из вас сегодня, особенно молодежь, кто из вас хочет иметь настоящее сердце, которое внутри было бы обложено чистым золотом? Поднимите ваши руки. Раз. Что боитесь-то? Вот так поднимите. Не бойтесь, вот так. Замечательно. Слава Богу. Зрелый возраст, братья и сестры, семейные, кто из вас хочет, чтобы у вас сердце было... Ну, может, вы не успели еще обложить. Я побуждаю. Кто из вас хочет, чтобы у вас в семье сердце жены и мужа было обложено чистым золотом? Внутри. Вот. Ну, а она все говорит, ну, ладно, уже наш возраст. Кто из вас хочет, чтобы золотом были обложены, потому что от нас ждут советов добрых, добрых научений. Надо. Надо. И вы знаете, как благословенно, как полезно и хорошо, когда наша жизнь, пропитанная словом и его премудростью, заканчивается настоящим благословением, как Иаков сказал. Ну, все. Я теперь ноги сложил, все сделал. Время пришло уйти. И так, Господь да благословит нас. Всякое благословение в сердце, в семье, в церкви начинается с отношения к золоту, к Слову Божию. Да будет всякий здесь присутствующий благословен. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Благодарность Тебе в этот час вечерний за то, что мы имеем такое хорошее, простое общение в Духе. Господи, Ты посреди нас, и Ты мягко, по-отечески, с любовью открываешь глубины Слова Твоего, потому что желаешь, чтобы мы действительно были чисты, святы, а мы Ты кровью Твоей, потому что мы наследие и дети Твои. Господи, Ты мягко указываешь о том, что мы должны складывать золотое Слово Твое, чтобы Ты жил в сердце, потому что Ты есть им Слово, и чтобы мы, будучи пропитаны, способны были отобразить новую жизнь, возрожденных душ, чад Божьих, временно пребывающих на земле, но имеющих жительство на небе. Благослови всю Церковь, благослови все возраста, особенно молодых, чтобы от юности, пропитывая сердце Словом Твоим, были крепки, сильны, устойчивы, любили Тебя, всем сердцем. Твое благословение да присутствует над каждым в этот час вечерний, во славу Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Тебя люблю, Мой Бог, я всей душою, и с каждым новым днем хочу любить землей, люблю Тебя за то, что Ты со мною, и говоришь со мной с любовью неземной. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Глава Твоим, сила моя! И снова слышу голос Твой чудесный, Во всем будь завершенный новый человек, Как завершенный наш Отец Небесный. Надейся, верь любви, и будешь жить в обе. Ты мой Бог, крепость моя, В руках Твоих сила моя. Ты мой Бог, крепость моя, В руках Твоих сила моя. В руках Твоих сила моя. Мы бодрей на жизни, на пути поем, Если будем доверять Иисусу, Силу Божию в работе мы найдем. Если будем доверять Иисусу, Просветает путь тогда, Радость будет навсегда, Не спутит враг никогда, Если будем доверять Иисусу, Обещания Божьи станут нам ясней. Если будем доверять Иисусу, Благодать наполнит сердце все полней. Если будем доверять Иисусу, Если будем доверять Иисусу, Благодать наполнит сердце все полней. Если будем доверять Иисусу, Постоянно в зору к небу возносить, Если будем доверять Иисусу, Рассветает путь тогда, Радость будет навсегда, Не спутит враг никогда, ПЕСНЯ 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 Лена Дорофеева просит помолиться за сестру Анжелу из Массачусетса. У нее обнаружили рак, и у этой сестры четверо маленьких детей. Также будем молиться. Семья Цукановую благодарит Антону. Исполнился 21 год. Они благодарят за то, что Бог его хранил, и просят, чтобы Бог дал ему дар покаяния, чтобы он также мог принять Иисуса Христа. Да. Шаповалова Елена Леонидовна просит помолиться в церковь о переезде ее сына Владислава и его семьи из Израиля в Америку, и чтобы Господь сам устранил всякое препятствие в этом переезде со стороны властей Израиля. И нужда, помолитесь, пожалуйста, у моей мамы Татьяны будет операция на сердце в пятницу. Спасибо. Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы Тебя благодарим за то, что Ты благословил служение. Мы Тебя благодарим за то, что Ты говорил каждому из нас, как мы должны жить на этой земле. Помоги, чтобы мы могли сокрыть Слово Твое в нашем сердце, чтобы это было самое дорогое, что мы имеем, и чтобы мы могли не грешить в своей жизни. Мы Тебя просим благословения на всю неделю, на всех наших членов церкви, на всех, кто имеет бизнеса, также благослови их в их деле. Благослови также, кто учится, да, и мудрости учиться хорошо. Благослови всех, кто где будет. Помоги, чтобы мы были светом и примером во всем. Также просим Тебя вот о наших нуждах. Просим Тебя, благослови нашу молодежь с Игорем в России. Помоги, чтобы они уже вот эту неделю провели там благословенно. Дай им, чтобы у них было слово, если они будут беседовать с неверующими людьми. Благослови их переезд обратно. Благослови также, и Павел будет возвращаться. Благослови Константина Леонидовича в его переезде домой. Благослови также Бориса, когда он будет на пути к себе. Мы также просим Тебя вот об этих нуждах, которые были зачитаны. Помоги, чтобы Твое слово, оно было всегда проповедано даже через нас и через то, как Ты отвечаешь на наши молитвы. Видишь вот эту нужду об Антоне. Мы Тебя благодарим за то, что Ты его хранишь все эти годы. Мы Тебя просим, дай ему дар покаяния. Помоги, чтобы этот грех, он его не держал. Дай ему избавление от него. Видишь, эту сестру Анжелу, которая проходит через вот эту операцию, которая рак. Также просим Тебя, смилуйся над ней, чтобы и у этих четверых детушек осталась мама, чтобы она могла их воспитывать. Мы Тебя также просим и вот о переезде семьи из Израиля. Также устрой и благослови во всем. Мы Тебя также просим о всех нуждах, которые были зачитаны, чтобы Ты услышал и ответил от того, как просят люди. Помоги, чтобы Твое имя было в этом возвеличено и прославлено. Мы Тебя просим благословения, когда мы будем ехать домой сегодня. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром, братья и сестры.